добрый день дорогие друзья добрый день на нашем канале каждый день добрый день канале жизни нашей семьи вкусной еде удивительных людях интересных путешествиях меня зовут олег эту девушку зовут анютка сегодня мы путешествуем без нашей мамы потому что лора поехала наконец-таки отдохнуть пансионат и она об этом расскажет своих видео а мы сегодня с эдуардом как 20 многодетных многодетные отцы гуляем и сегодня мы приехали храмовый комплекс который находится на въезде в ессентуки я правильно говорю да на въезде в ессентуки очень интересное место посмотрим его погуляем мы увидим его в первый раз и конечно же покажем его вам пойдемте смотреть это различных ну да несколько конфессии смотри христиане до христа то есть это мудрец да да философы мы не так давно слышали нажима нет казань да и зрители зовут все время что там храм всех религий дядечка делает много лет интересная идея мы не были там обязательно посетим а здесь получается что еще мудрецы до христианской эпохи отказать какие-то даты предплечье мудрость и бедных истин здравствуйте храм петра и павла кто создавал на частные деньги по-моему на часто часто братья это вот это храм потом остальное все продолжил все делает семейное благое дело да спасибо вам большое ну вот то что я говорил в парке галецкого как прекрасных когда люди оставляют о себе такую светлую память творят добрые дела это конечно очень очень вдохновляет получается начал отец нам кто-то продолжает первый храм отцовское дело но и в общем-то традиции да здесь уютно какие-то веточки вижу воскресная школа а воскресная школа пожалуйста ой как интересно каркасский паломник паломничество по кавказу россии и за рубеж а вот нормальная дорога здесь у них куча черепашек раньше было вот как зоопарк у них ну как бы армянская грузинская по внешне похоже я тоже заткнулся здесь часовня в честь святого или пророта сегодня вчера еще буквально мы мерзли на экскурсии по винодельням ставропольского края сегодня замечательная погода да анют тебе не холодно моя хорошая нет зато в каком-то модном наряде интересно я так понимаю эдик то есть вот здесь ясли делают да ой здорово и я есть путь и истина и жизнь мудрена возможность ходить с колясками различные святыни ты знаешь это афонский наверное монастырь святого павла а там много да там 20 монастырей на афоне надеюсь когда-нибудь мы доедем туда я знаю да но мы все равно даже когда я один это все равно мы такой монумент но действительно слово монумент наверно согласитесь подходит потому что монументально так выглядит постараюсь показать под нему специально и это пространство развивается то есть это еще не оконченный не оконченный сюжет потому что видите стройка идет и там то есть что-то что-то постоянно добавляется интересный комплекс я специально отошел с этой стороны показать видите это церковь интересная территория благоустраивается ну как говорится в таких случаях дай бог что у людей творящих добрые дела не оканчивались деньги и они могли да 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 то есть что-то да постоянно походная кухня полевая тоже наверняка какие-то делаются может быть благотворительные обеды может быть праздничные на улице много техники беседки различные ой ляля анют ляля ляля о смотрите кстати раритетные вещи а как вам такое ребят абсолютно раритетные вещи я хотел сначала сказать что много техники да не обратил внимание какая техника потому что в принципе и такая сейчас на ходу может быть да но это такие фактически музеи техники из ссср по ностальгировать москвичок да тут территория раньше очень много этих черепашек было да я понимаю ну любая черепашка имеет быть право и нинзи в конце концов да прекрасная территория конечно еще зеленуха у нас только начинается я думаю что когда все цветет представляете так здорово много высажено деревьев которые станут обязательно большими будут радовать людей которые приходят сюда да территория конечно да да территория в развитии что тоже само по себе очень 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 позитивно да 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 Анька привет привет моя хорошая путешественница ох да это уже святой евангелист Лука Марк то есть это уже люди создававшие Евангелие и вот по этой аллее Матфей да Иван здесь часовня в честь преподобного Давида уже такие вот постройки еще еще одна часовинка согласитесь интересное интересное место даже даже тех кто скажем так не настолько близок к культу к религии мне кажется все равно место это главная достопримечательность ага воскресший большой монумент мы к нему подходим там сзади часовня ага еще сзади есть часовня поднимаемся на возвышенность дорога есть хорошая да 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 вот еще раз продуманное пространство для всех эй хулиганец анец 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 ну так собственно говоря то про что я говорил много мероприятий которые бесплатно проводятся для детей для взрослых великолепное место лошадка а а а и здесь получается не просто монумент да а еще часовня в которую можно войти бесплатный туалет вот это внизу бесплатные туалеты здесь огромная площадка ребят прямо сейчас покажу вам панораму отсюда конечно вроде кажется что не так мы высоко находимся относительно невысоко но вот есть такой перспектива еще раз можно ощутить как это будет с выросшими деревьями зазеленевшимися аплодирую 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 спасибо спасибо человеку который вернее человеку а семье которая создает это конечно молодцы да эдуард сказал что здесь умиротворение вот да атмосфера такая действительно умиротворяющая согласен ну и да погода очень боговолит монументальная статуя но в то же время здесь пространство эдик говорит что здесь ставят столы проводят мероприятия угощения различные лошадочки пожалуйста объедают деревца травки не так много а там судя по всему еще одна часовенка да эдик впереди совсем совсем ну то есть ребят а а я наверное наберусь наглости сказать что это определенное рукотворное чудо которое создается на наших глазах и если есть возможность думаю что а а беседа самарянка тут вот и сцены из евангелия да которые воплощены скульптурных композиций ой посмотрите очень много часовен причем разные ага гепсиманский сад вот такая наверное немножко аллегорически в то же время ну интересно вот я не побоюсь этого слова сегодня мы без лоры лора будет видеть это только когда станет монтировать видео мне кажется что действительно очень интересно там вот тоже наверное часовня или храм который строится в процессе возведения как мы видим ну спасибо спасибо Эдику что привез сюда а давай посмотрим зайти ну это как на Кипре как в Греции ты просто заходишь сейчас секундочку покажу на этой камере да пожертвовать сколько ты хочешь посидеть побыть одному помолиться в этом тоже определенное такое таинство нам это на Кипре очень нравилось с лорой когда открытые часовеньки ты заезжаешь и можешь сам по себе побыть помолиться побыть со своими мыслями и даже если ты не верующий мне кажется хорошо в такие места заходить и что-то осмысливать ну что скажу я вам очень интересное место ляля ляля смотри анют какая ляля какая хорошая лялечка нет хорошая добрые лошадки да анюта ой анют как тебе такая ляля ты когда-нибудь видела так ляля да продолжаю наш репортаж анютка убежала это кстати я то что я называл беседочка это часовня вознесения господня тоже очень интересное место пока я разговаривал анюта убежала с эдиком вниз сейчас буду догонять как вы видите вот я не знаю конечно это относится ли эта территория сюда же или это она огорожена сложно понять что там строится но вот еще раз постараюсь показать вам панораму отсюда большая территория затрудняюсь сказать то что несколько гектар и парк должен получиться весьма интересным необычным что мы всегда любим добрым по своей сути конечно он религиозный безусловно в чем-то культовый но как вы видите да христианство в разных его ипостафях до христианства то есть ничь ничто не отвергается и это тоже здорово потому что в отрицании на мой взгляд нет гармонии нужно уважать какой бы ты не был концессии какой бы ты не был взглядов так мы пришли судя по оригинальному запаху вау сейчас мы посмотрим да тут целый зоопар сколько осликов ребятки посмотрите сколько осликов и я думаю что они конечно же являются участниками всех рождественских да инсталляции и детки наверняка с ними играются ай ты господи вот такие вот добрячки они вот смотри какие ляли 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 ой все пошли дайте что-нибудь дайте нам мои хорошие такие вот ослики ослики интересно так здесь у нас кролики ой тоже такие милахи посмотрите ох ты господи да здесь курочки а он прям не знаю это петушок наверное черный видно его будет курочек то видно хорошо они тут здороваются ой посмотрите пазан 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 кавказский привет пазан кавказский ой кстати в лесах вот в чечне очень много их во всяком случае раньше было вот вот такие вот индюшечки красотушечки цесарки ну-ка давай посмотрим вот такая вот ты посмотри бодренькая какая цесарочка вот так деловая птичка вот так деловая птичка привет ребятки ути 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 а нет ты знаешь кто это это ляли утки ляли уточки вот как ты играешь в ванночке у тебя есть уточка вот это настоящие уточки представляешь ничего себе ой 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 ну они вот таки мне кажется это все первое знакомство мне такое близкое во всяком случае с осликами лошадками они смотрят во все глаза иногда даже не понимает а что это правда что ли получается здесь такой а вот я иду рассуждаю и думаю наверное это что-то вряд ли к этому относящиеся да какой-то пруд делают хотелось бы чтоб у таких людей не переводились деньги они творили творили добрые дела на радость ну вот как у галецкого получается там дальше да следующую очереди парка строить мы и так в позапрошлом году ездили восторгались а там сейчас новая японская часть какие-то видел чертежи стеклянных по-моему называется эта часть будет парк парк облаков ну или рабочее название монументальные стеклянные сооружения здесь тоже удивительная атмосфера и я думаю что когда деревья станут взрослее я все на это значит напираю да знаешь заходишь сюда там вообще будет какое-то таинство таинство так здорово ну еще раз молодцы люди создающие это конечно огромная работа безусловно извините мы с Эдиком не только как многодетные отцы но и как предприниматели понимаем что деньги огромные чтобы это все делать ну и вот и отдавать деньги жалко отдавать деньги жалко поэтому тем более огромная признательность так говорим огромное спасибо этому месту уникальному эпитетов очень много восторгов очень много конечно же вернемся сюда я думаю не раз отдаем должное что все продумано и удобно даже с коляской смогли легко и непринужденно пройти везде и еще раз кстати здесь чай, кофе выпечка не работает да но я тоже такой уютный вагончик но не работает и едем дальше открывать для себя новые места это едем в сторону Пятигорска Машук прекрасен и чем теплее тем мне кажется он прекрасней потому что есть такая надежда что мы с Лоркой в мае нас мама отпустит на денечек и мы совершим восхождение во всяком случае мечтаем об этом тоже такая погода сегодня прямо теплая теплая не устаю это говорить плюс 18 местами плюс 20 показывает представляете кстати и они вот очень нравится да малыш сейчас я увидел что на Машуке выложено Пятигорск практически как Голливуд да здорово Анюта ты прячешься от нас что ли дочек куда Анютка спряталась спать ты моя хорошая интересные места как раз таки там нет асфальта она кокетчет ах ты кокетка маленькая покажи пожалуйста эти ключи очень так я думаю когда зазеленеет здесь будет невероятно совсем невероятно так вот впечатляюще впечатляюще я понимаю что мы повторим эту поездку обязательно обязательно кстати девушка может туда заходить конечно конечно единственное в понедельник монастырь не работает сейчас сейчас солнышко сейчас подведем да сядешь колясочку будешь схватить трип трип здесь дорожка звается смотри под колеса тем более сужение тем более нужно быть аккуратным это тоже видная обрезка да деревьев наш подъем вверх в горы увенчался вот такой панорамой невероятное фантастическое парение и сам монастырь успенский монастырь мужской анютка не выдержала восхождение хотя у нее уже было давно время спать уснула едик охраняет машине а я немножечко пробегусь это будет буквально обзорная такое посещение потому что поедем вместе с лорой как я сказал когда будет теплее пока у нас разведка успенский 2 афонский бешта угорский мужской мужской монастырь безусловно это нахождение на горе подчеркивает мне кажется такое величественность для нас воспоминания о сильных эмоциональных монастырях кипра я замолчал чтобы не нарушать эту благостность здорово когда случаются такие моменты всегда впечатлительно конечно очень интересно было бы здесь оказаться с эдуардом знает много об этих местах о людях кто здесь служит но тоже должен охранять сон нашей красотки это этих сказал что есть территории алтарь для священнослужителей конечно это монастырь безусловно многие территории закрыты проходы и жилые зоны где монахи живут тоже жизнь монастыря идет кирпич какие-то работы дерево много видно тоже что-то топится на дереве все восхищаясь панорамой в таких случаях думаешь сколько труда было создать это и создать как мы говорили не было хороших дорог а это все нужно было завести и построить сделать одно создание монастыря монастыря это уже такое большой труд большующее дело церковно-исторический музей в этом здании находится здесь здесь лавка церковная но пережив сейчас сейчас я вам покажу план монастыря поклонный крест наверху мы сейчас пройдем туда с вами мы сейчас пройдем туда с вами ягуменский корпус тоже очень красивое здание вот четвертое такое с хорошим интересным остеклением вот план монастыря такой а я поднимусь к поклонному кресту как это часто бывает в хороших добрых местах здесь приятная атмосфера хочется находиться спокойно вот ребят по-хорошему спокойно на душе если вам будут предлагать такую экскурсию или сами на машине мне кажется очень стоит не пожалеть какого-то своего времени приехать побывать здесь рекомендую вам возвращаемся с монастыря и обычно по пути останавливаемся это вторая промзона пятигорский останавливаемся в греческом магазине торопимся туда и проезжаем вот такое вот место называется Русь-Елка так что остановиться времени нет а поскольку сейчас Анютка спит и мы едем медленно с Эдиком он говорит ну пойди сними хотя бы показать тоже достаточно уникальное место настоящая сказка у ребят свое производство и я думаю что многие знают их продукцию зимнюю новогоднюю такие елки ну причем это конечно все выглядит очень красиво но здравствуйте 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 настоящее новогоднее царство конечно цель тоже серьезный но это произведение искусного здесь очень застабили но 100 тысяч очень ощущение что попал в новогодний лес ель шаром в горшке ель шаром 85 есть небольшие композиции спасибо вам большое ага то есть еще и первый этаж это не один этаж шоурум здесь все с лампочками такая вот такая красота смотрите ну конечно скажу вам выглядит это монументально хотя мы всегда с Лорой говорим что мы не поклонники искусственных елок на любой интерьерный дизайнерский стиль цвет можно подобрать и побольше и поменьше здесь вот совсем небольшие композиции цветочки тоже весьма симпатичные две тысячи рублей полторы тысячи рублей не все так скажем так не скажем какая-то простая китайская история это произведение искусства такие какие-то веночки тоже можно посмотреть сейчас постараюсь показать мы получили все вот так мы кстати любим такие веночки вешать на входную дверь очень красиво сказочно 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 надо будет обязательно Анютку сюда привезти для нее это будет большой для меня деревьев я не знаю сколько это высотой больше трех метров некоторые деревья да три метра как раз 160 тысяч три метра а для Анютки это будет прямо настоящее снежное царство можно на второй этаж подняться девушки а правильно же я говорю что это свое производство да это все уникальное свое производство да ну вот как Эдика говорил что-то такие тоже макетики симпатические не знаю конечно из-за работы кондиционера еще ощущение того что зима на улице жарко посмотрите что здесь здесь а здесь уже как девушки сказали елки без лампочек и различные гирлянды рождественские ну причем цена три с половиной три две шестьсот и так далее ну это такие гирлянды тоже очень нарядные гирляндаш тоже наверняка своего производства да все то же самое вот здесь елочки уже есть относительные я бы сказал и бюджетные по сравнению с первым этажом но все равно выглядят они феерически на мой взгляд и посмотрите снежная сказка зимняя здорово зайти с ребенком особенно постарше и можно попасть в новогоднюю атмосферу кстати и елочки прям прям практически настоящий анечка ты где моя хорошая в домике какой домик замечательный как девочки нравится ой мама придется нам такой домик покупать с тобой посмотри как улыбается так здорово так здорово анечка играет так здорово анютка играет это мы пришли в столовую тарелка эти горские заехали ядик сказал что знания многодетного отца всегда нужны такой детский уголочек ну и большой такой постных салатов раздел не постных салатов селедочки шубы всевозможные так вот вопрос в общем хороший выбор анютки взял половину лапши кстати можно будет посмотреть причем от простых блюд и китерные ножки в принципе интересные гарниры вот такой получился у нас обед пюре с куриной картошкой индюшайшие котлетки с брокколи половинка супа Аньки взял куриного гороховый и все вместе это 460 рублей Масюнька судя по всему проголодалась классно что есть детский стульчик и не один приятного аппетита нам да малыш приятного аппетита ням-ням мне кажется сегодня многодетные папы справились со своей миссией во всяком случае Анютка у нас была счастлива сыта поиграла спасибо Эдику за увлекательную экскурсию по новым ну для нас новым абсолютно достопримечательностям региона минеральных вод мы побывали и в Сентуках и в Пятигорске поднялись на горы опустились вниз поели вкусно столовых увидели где производятся невероятные елки спасибо друзья что досмотрели этот ролик до конца поддержали многодетных отцов своими лайками комментариями а мы постараемся удивить вас новыми или не новыми но так знакомыми многим зрителям локациями в этих чудесных местах всего вам самого наилучшего крепкого здоровья подписывайтесь на наш канал и пусть каждый ваш день будет добрым пока 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 до свидания